Аркам ТВ представляет Саламу алейкум варахмату Аллахи в баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату, ассаламу ала расулиллаху, ала алихи, ассахбихи, аману алах. Я не мог прийти сюда без моего кофе, поскольку я очень люблю кофе. У них была только эта марка. По правде говоря, это кофе-заменитель. И я не чувствую особого эффекта от него. Мой любимый кофе – мокко с белым шоколадом. Вы знаете этот вкус? Я очень люблю мокко. Когда я был в Мекке полтора месяца назад, я каждый день пил свой любимый мокко. Но знаете ли вы, будь я в Мекке пятьсот лет назад за мое распитие кофе-мокко, меня бы наверняка арестовали, а затем отправили в суд, который назначил бы мне наказание в виде удара в плетью. Мое преступление заключалось бы в распитии кофе-мокко. Я не шучу. Но перед тем, как я еще раз выпью мокко в Мекке, хочу у вас спросить, знаете ли вы, что даже слово «кофе» произошло от арабского «кахва». А арабское слово «кахва» вероятнее всего, произошло от названия местности в Эфиопии, которая называлась «кавфа». Считается, что именно там люди впервые поджарили зерна, которые сегодня мы называем кофейными. И йеменские торговцы, среди нас есть йеменцы? Йеменцы, подайте голос. Маша Аллах! Я бы посчитал быть за честь быть йеменцем, только потому, что пророк, мир ему и благословение, похвалил жителей Йемена. Итак, йеменские торговцы отправились в Эфиопию. Это было примерно в IX веке по хиджри, где-то XIII-XIV век по христианскому календарю. Так вот, они привезли эти зерна, которые они назвали зернами из кавфы. Отсюда и произошло слово «кофе». Со временем они начали выращивать эти кофейные зерна и в Йемене. Они стали настолько популярными, что их начали экспортировать в другие страны. Город, из которого экспортировали эти зерна, существует и поныне. Он называется «Аль-Муха». И кофе из «Аль-Мухи» в конце концов эволюционировало в кофе «Мокка». Медленно, но верно кофе распространилось в другие арабские земли. И в конце концов кофе достигло Европы через венецианских купцов. Уже оттуда оно распространилось по всему континенту. Поэтому на протяжении всей истории кофе всегда ассоциировалось с арабами, в частности с йеменцами. Если бы вы увидели канистры или мешки кофе, которые продавались в Америке в 19-м и в начале 20-го века, вы обязательно увидели бы на них картинки с людьми, одетыми в арабскую одежду. А внизу были бы надписи на арабском. Таким образом, кофе всегда ассоциировалось с арабами. И вплоть до сегодняшнего дня самые дорогие кофейные зерна называются «арабика», поскольку именно благодаря арабам кофе стало таким популярным. Однако оно не всегда было таким популярным. В 1500-х годах, когда кофе распространилось в Османской империи, ученые начали обсуждать, дозволено ли его употреблять. В конце концов, кофе добралось до Мекки и Медины. В книгах по истории упоминается, что 23-го числа месяца Раби-Уль-Ауаль 1917 года по хиджри, то есть примерно в 1511 или в 512 году по Григорианскому календарю, один ученый совершал обход вокруг Каабы. И вдруг он увидел группу молодых людей, пьющих что-то подозрительное. Они смеялись и шутили в углу мечети. Когда ученый подошел к ним, они тут же потушили лампу и спрятали то, что пили. Он спросил их, что вы только что пили? И в конце концов, они признались, что пили кофе. Тогда ученый потребовал, чтобы их арестовали. Он привел их в суд. Не подумайте, что я выдумываю все это. Нет, ни в коем случае. Это совершенно правдивая история. Итак, ученый привел этих молодых людей на собрание судей, среди которых были шафиалиты, хамбалиты, маликииты и ханафиты. В те дни, чтобы издать новую фетву, созывали судей, относящихся ко всем мазхабам. В тот день, в 917 году по хиджире, состоялась дискуссия, которая длилась по некоторым сведениям два дня. Ученые обсуждали вопрос, является ли кофе дозволенным напитком. Были приведены четыре свидетеля. А медэксперты обследовали людей, пивших кофе. В конце концов, ученые решили, что кофе является опьяняющим напитком. И поэтому они издали фетву о том, что запрещено пить кофе и продавать кофе. И любой, кто будет пойман на распитие кофе, будет высечен, как тот, кто выпил опьяняющий напиток. И действительно, было несколько случаев, когда наказывали за распитие кофе. В конце концов, в 950 году по хиджире, соответственно, в 1544 году, османский халиф утвердил эту фетву во всем халифате и объявил, что кофе – это опьяняющий напиток. И, следовательно, оно запрещено. После этого посыпались множество фетв, подтверждающих, что кофе – опьяняющий напиток. Сохранилось множество фетв с того времени. Напомню вам, что мы говорим о 900-х, тысячных годах по хиджире. Поэтому вы не найдете слов Ибн Таймии о кофе или слов Ибн Хаджара. То есть, это уже более поздняя мусульманская эра. Шейха Аль-Азхара Ахмада Ибн Абдуль-Хакка Ас-Сунбаты спросили по поводу этой фетвы. Шейх, что вы можете сказать про новый напиток, который называется Аль-Кахва, который известен тем, что меняет характер людей и приводит человека к нечестию и к злословию? Обычно его пьют лентяи, проводящие время за азартными играми. Вот с кем ассоциировалось кофе. С лентяями, которые убивают свое время за азартными играми, за нардами. Итак, каково ваше мнение? Кстати, даже по вопросу понятно, каким будет ответ шейха. И тогда этот шейх издал жесткую фетву, постановив, что кофе является чистым харамом и что все кофейни должны быть закрыты и что любой, кого поймают за распитие кофе или за содержание кофейни, должен быть арестован, а затем высечен. Это было в Каире, а не в Мекке. И это было еще до появления Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба и последовавших событий. Поэтому никто не может сказать, что это дело рук мусульманских фанатиков и фундаменталистов. Нет. Это были традиционные ученые того времени. И такова была их позиция относительно кофе. В результате в Каире множество людей были арестованы за распитие кофе и затем были высечены в качестве наказания за распитие опьяняющего. В то время большинство малекитских и шафиайских ученых поддерживали эту фетву и тоже считали кофе опьяняющим напитком. Более того, один известный ученый, шейх Шамсуддин Аль-Хбаттан, который жил в Медине, сказал, что кофе и гашиш имеют одинаковые свойства. Еще один известный ученый, Мухаммад ибн Махмуд Аз-Зайни, который умер в 10 веке по хиджри, написал целый трактат, посвященный кофе. И шейху ль-ислам Абус Су'уд Афанди, очень известный автор, написал известный трактат о положении кофе. Также было написано много книг по этой теме. В частности, книга под названием «Послание о положении кофе». Говорят, что Джалалюддин Ас-Суюты тоже написал книгу по этой теме. Некоторые ученые даже говорили, что кофе является не только харамом, но еще и нововведением. С чего они это взяли? Дело в том, что когда еменские купцы впервые привезли кофе из Эфиопии, первая из религиозных групп, полюбивших кофе, относилась к последователям суфийских тарикатов. Они стали употреблять кофе, и оно давало им силы совершать свои зикры вплоть до глубокой ночи. То есть, для них употребление кофе стало своего рода ритуалом, подготавливающим их к тому, что они обычно делали. Поэтому некоторые ученые сказали, что поскольку эти группы совершают свои нововведенческие обряды при помощи кофе, то значит, этот напиток тоже является нововведением. Я не говорю, что это было единогласное мнение ученых, просто я говорю, что было такое мнение, причем оно исходило от больших ученых. И как мы сказали, запрет кофе был официальной позицией государства, людей буквально секли плетью за употребление кофе. С другой стороны, всегда было другое мнение. Всегда были те, кто говорил, что пить кофе не запрещено. Однако официальная позиция в Мекке, в Каире, в Османском халифате, в период между IX и X веками, по Хиджире, заключалась в том, что кофе – это опьяняющий напиток. Это мнение стало настолько известным и распространенным, что Фрэнсис Бэкон, один из самых знаменитых мыслителей Европы XVII века, один из основателей пост-ренессанской мысли в 1626 году писал, что турки, имея в виду мусульман, считают кофе средством, которое возбуждает и мутит рассудок, то есть действует как опьяняющее средство. Однако в фетвах могло говориться одно, а общество все равно делало по-своему. В фетвах могло говориться, что это харам. Однако обычные массы людей все равно продолжали пить кофе, как втайне, так и открыто. И к XI веку по Хиджри ситуация потихоньку начала меняться, когда все больше и больше людей стали пить кофе. Существует одна история, и только Аллах знает, насколько она правдива. Тем не менее, она есть в нашей литературе. В ней говорится, что один ученый, считавший, что пить кофе дозволено, пригласил к себе группу ученых, считавших, что кофе пить запрещено. И этот ученый раздал каждому из своих гостей чашку кофе, не сообщив им о том, что в чашке. Очевидно, что никто из них не пробовал кофе. Так вот, в ту ночь он угостил их кофе. И, маше Аллах, никогда прежде эти ученые не обсуждали вопросы фикха так плодотворно. Один из них приводил мнение, которое затем обсуждалось несколько часов, вплоть до поздней ночи. И все благодаря кофе. В конце концов, один из присутствующих спросил, что за напиток вы подали нам? Он очень стимулирует нас, помогая еще глубже вникать в суть вопросов. И тот ученый сказал им, это кофе, которое вы сделали запрещенным. Вот какие моменты можно найти в нашей истории. Но факт в том, что это было время, когда большинство ученых, в основном консерваторы, считали кофе харамом. И говоря консервативные ученые, я ни в коем случае не хочу очернить их или унизить. Я просто хочу сказать, что есть определенные ученые, которые не любят перемены. Они хотят, чтобы все оставалось как есть. Вот что я имею в виду под консерваторами. И после этого медленно, но верно начали появляться ученые, которые стали задаваться вопросом, а что плохого в кофе? Кофе – неопьяняющий напиток. Следовательно, он не может быть запрещен. Один известный хамбалитский ученый по имени Зайнуддин Абдул-Кадр Аль-Джазири, который умер в 1587 году, написал книгу под названием Суть вопроса относительно дозволенности кофе. Эту книгу по-прежнему можно встретить в мусульманских странах. Последствий ученых, считавших кофе запрещенным, стало значительно меньше. И в конце концов, эта фетва осталась только в учебниках истории. Сегодня мы посчитали бы ее довольно странной, однако 500 лет назад это было общепринятое мнение. И вот кофейни начали распространяться по всем мусульманским землям. Они стали местом общения людей. Иногда это общение было полезным и плодотворным, а иногда нет. Однако в них были и положительные моменты тоже. Кофейни стали местом, где собиралась элита общества, интеллектуалы, различные активисты, обсуждавшие различные вопросы. Именно в подобных кофейнях Хасан Аль-Банна начал свое движение братья-мусульмане. В 1910-х, 1920-х годах первое место, на которое он обратил внимание, были не мечети, поскольку он понимал, что людям, посещающим мечети, не нужно говорить, чтобы они приходили в них. Напротив, он должен был разговаривать с различными категориями людей. И поэтому Хасан Аль-Банна начал давать свои уроки именно в таких вот кофейнях. Все мы знаем, что в кофейнях всегда собираются не совсем религиозные люди. Там часто играет музыка, курят кальян и так далее. В основном, там собираются люди, не связанные с религией. Хасан Аль-Банна сосредоточился именно на этих местах. Он начал проповедовать там. И именно в кофейнях начали появляться первые сторонники братьев-мусульман. Сегодня, конечно же, люди не знают, что когда-то кофе было запрещено. Но печальная реальность в том, и мы должны извлечь из этого уроки, что кофе далеко не единственное, что считалось запрещенным в истории нашей уммы. Реальность в том, что очень многие вещи считались странными, запретными, даже нововведениями, но впоследствии они стали считаться нормой в обществе. Я провел очень подробную лекцию, посвященную, возможно, самому постыдному случаю в нашей истории, а именно запрету печатного станка. Вы легко можете найти ее в интернете. Просто наберите «Печатный станок Ясир Ады». Клянусь Аллахом, эта лекция всего лишь краткое изложение темы. Она длится всего 45 минут, хотя эта тема заслуживает не менее 10 часов. Но реальность в том, что одна из главных причин отставания мусульман, в то время как Европа стремительно развивалась, была в том, что печатный станок был под запретом. И были времена, когда османский султан издал указ, согласно которому каждого, у кого обнаруживали печатный станок, приговаривали к смертной казни, за ересь. А если у кого-то находили печатную книгу, то его бросали в тюрьму. И на протяжении 350 лет, в то время как в Европе полным ходом печатались книги, когда печатались книги Галилея, Ньютона, Декарта, единственным способом получить какую-нибудь книгу в арабском мире, было переписать ее своей рукой. Однако стоит отметить, что у исламских ученых были довольно обоснованные причины для запрета. Что это были за причины? Главная причина была такой, что если мы будем просто печатать сборники Аль-Бухари и Муслима, невежды будут покупать эти книги и неправильно истолковывать хадисы, которые в них содержатся. Поэтому мы должны защитить традиционную систему обучения, которая проводится в медресе и религиозных кружках. Хотите изучать хадисы Аль-Бухари? Приходите, мы научим вас, чтобы когда вы получите сборник Аль-Бухари или сборник Муслима или любую книгу по исламскому праву, у вас автоматически было разрешение преподавать их. Клянусь Аллахом, если бы я был студентом или шейхом, я бы сказал, что это очень обоснованная причина. Но в то же самое время она была нереалистичной, в ней содержалась большая польза, однако она не учитывала перемены, происходящие в мире. И в конце концов нельзя было вечно запрещать печатный станок. Первый печатный станок на мусульманские земли был завезен Наполеоном Бонапартом, когда он вторгся в Египет в 1791 году. Он буквально заставил мусульман использовать печатный станок. До этого ни один мусульманин не печатал книгу на арабском. Вы не найдете ни единой арабской книги, ни единой исламской книги, напечатанной мусульманами в то время. Кстати, первые, кто начали печатать Коран, были не мусульмане, поскольку у них был печатный станок. Повторюсь, первый Коран был напечатан не мусульманами. Разумеется, в нем была куча ошибок, куча неточностей. Мусульмане начали печатать книги только в 1820-х, в 1830-х годах, когда даже на Гавайских островах уже давно печатались книги. Почему так? Ну, как я сказал, главная причина это то, что ученые боялись, что это откроет дверь для ереси и раскола в исламском обществе. Мы редко говорим об этих вещах, поскольку, клянусь Аллахом, нам немного стыдно за это. И поэтому большинство из нас, нет, почти все, кто находится здесь, не знали, что печатный станок считался запретным. Так же, как никто из вас не знал, что когда-то кофе считалось запретным. Однако, дело не ограничивалось только кофе и печатным станком. Этот список можно продолжать все дальше и дальше. К сожалению, на протяжении нашей истории мы видим по-настоящему постыдные эпизоды. И сейчас я расскажу об одном из самых постыдных примеров. Настолько постыдных, что лично мне стыдно даже упоминать о нем, не говоря уже о том, чтобы давать лекцию по этой теме. Но все равно, я хочу, чтобы вы знали об этом, чтобы вы тоже поняли, насколько это постыдно. Это займет 10 минут. Проявите терпение, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что порой некоторые фетвы отбрасывали нас на многие десятилетия и даже столетия назад. Так вот, когда по всему мусульманскому миру началось движение против рабства где-то в середине конца 19 века, к сожалению, некоторые из наших ученых встали против этого движения. Более того, они говорили, что запрещено отменять рабство. Их мнение было таково. Вы не можете запретить то, что Аллах сделал дозволенным. Издавались спорные и противоречивые фетвы о положении рабства. Вы знали, когда в некоторых исламских странах, к примеру, в Саудовской Аравии, когда в этой стране было отменено рабство, кто знает? Поднимите руку. Ну, кто-нибудь знает? В 1962 году, когда я учился в Медине, один из моих учителей сказал мне то, что просто шокировало меня. Я подумал, что он, наверное, шутит. Один из моих учителей, которому было уже за 50, говорил, будучи ребенком, я помню, как в Медине, рядом с мечетью Аль-Гамама располагался рынок, где продавали рабов. И только в 1962 году король Фейсал запретил рабство, объявив его вне закона на территории Саудии. Можете себе представить, только в 1962 году рабство было отменено на этой священной земле. Согласитесь, это еще один постыдный эпизод из нашей истории, когда ученые не понимали, что ислам не имеет ничего общего с рабством. Его можно запретить, и это совершенно не коснется целостности нашей религии, это не навредит ни одному из положений шариата. И по моему скромному мнению, в этом заключается красота ислама, когда речь касается вопроса рабства. Более того, в исламе уже существовали механизмы отмены рабства. Рабство никогда не приветствовалось в исламе, и всегда были механизмы постепенного избавления от этого постыдного явления. И когда весь мир избавился от рабства, мы тоже избавились от него. И сегодня я не знаю ни одного ученого, который призывал бы к возвращению рабства. Надеюсь, никто не додумается до этого. Итак, в нашей истории было много подобных эпизодов. Мои учителя в Медине говорили мне, что когда в Саудии, да и вообще в исламском мире, впервые появилось радио, практически все ученые сказали, что это запрещено. Более того, некоторые даже сказали, что радио имеет отношение к колдовству, поскольку они не представляли, как этот прибор может передавать речь того, кто сидит в Лондоне, в Тимбукту или в Женеве, как мы можем слышать их. Скорее всего, тут замешано колдовство. Мои учителя рассказывали мне, что их учителя говорили, что когда радио появилось в Саудовской Аравии, некоторые из них отправлялись к радиобашням, садились рядом с ними и читали Коран, желая якобы уничтожить колдовство, исходящее от радиоволн. В то время правил король Абдуль-Азиз, который был довольно прогрессивным человеком. И что он сделал? Он собрал всех ученых, а затем он повелел служащим саудийского радио, которое только недавно было открыто, передать Коран по радио. Когда ученые услышали Коран по радио, они поняли, что это не может быть колдовством, поскольку колдовство и Коран несовместимы, и поэтому они изменили свое отношение к радио. Теперь угадайте, какова была реакция ученых на появление телевидения? Она была намного хуже. Когда появилось телевидение, то дело не ограничилось чтением Корана под телевышками. В 1966 году первая телевизионная башня в Рияде была атакована фанатиками и фундаменталистами. Они взяли служащих в заложники и потребовали, чтобы телевидение не транслировалось в Саудовской Аравии. Как оказалось, в тот день вместе с мятежниками в башне находился представитель Королевской династии Саудов. Впоследствии он был убит. Тогдашний король Фейсал отправил войска на штурм башни и они подавили этот мятеж. Некоторые были убиты. Среди них оказался и этот принц, племянник короля. Оказалось, что тот, кто впоследствии убил короля Фейсала, был младшим братом того принца, убитого в телебашне. Вы знаете, что король Фейсал был застрелен своим собственным племянником. Так вот, стрелявший в короля Фейсала был младшим братом того принца, что был убит в 1966 году. Кто-то говорил, что это была месть за убитого брата. Итак, я приводил вам фетвы 1700-1800 годов, 1920-1960 годов. Давайте перенесемся в наше время, а именно в 2013 год и поговорим о сериале «Умар», выпущенной каналом МБС. Поднимите руки, кто слышал про этот сериал. Я вижу, подавляющее большинство знают, о чем я говорю. Для тех, кто не знает. Канал МБС создал многосерийный фильм про Умара ибн-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. МБС – это один из самых популярных арабоязычных спутниковых каналов и также один из первых. И этот канал, я понимаю, это звучит странно, тем не менее, этот канал немного с исламским уклоном по сравнению с другими каналами. Итак, канал МБС выпустил 30-серийный фильм про жизнь Умара ибн-Хаттаба. Это было в прошлый Рамадан, всего несколько месяцев назад. Бюджет сериала был самым большим за всю историю арабского телевидения. Никогда прежде в арабских странах не снимали подобного сериала с привлечением такого количества ресурсов. Можете сами удостовериться. Ни один сериал не сравнится с этим сериалом. И вот, когда до исламского мира дошла новость о том, что МБС снял сериал про Умара ибн-Хаттаба, со всех сторон суннитского мира начали сыпаться фетвы, запрещающий этот сериал. Ученые Аль-Азхара, суфии, саляфиты, фетвы стали лица со всех сторон. Что удивительно и крайне редко, именно в этом вопросе все группы суннитского мира единодушно решили, что этот сериал запрещено смотреть, что это нововведение. И они перечислили целый список причин. Клянусь Аллахом, многие из них, если не все, являются обоснованными. Они не появились ниоткуда. Были достаточные основания, почему многие ученые запретили его. Но так же, как и в случае с печатным станком, они не думали на три-четыре шага вперед. Они думали только о том, что здесь и сейчас. Я был против этих фетв с самого первого дня, как только они появились. И, кстати, я поддерживаю этот сериал. Но знаете, что больше всего огорчает меня? То, как много мусульманских организаций заявили, что этот сериал запрещен, что его нельзя смотреть, нельзя транслировать. Все они заявили об этом. Но, несмотря на это, сериал про Умара стал самым просматриваемым за всю историю арабского телевидения. Разве это не показывает, насколько сегодня обычные мусульмане отдалены от своих же ученых? Суфии, ученые Аль-Азгара, таблиговцы, саляфиты, самые уважаемые ученые по всему миру призывают Умму не смотреть этот сериал. Но, несмотря на это, он занимает первые строчки во всех кинорейтингах. Что это говорит нам об уровне связи наших ученых с простыми людьми? Вот что огорчает меня больше всего. Не то, что ученые говорят, что это харам. Я уважаю их мнение, и у них довольно обоснованная позиция. Но эта ситуация показывает нам, что статус ученых стал настолько низким, что каналу MBC было совершенно все равно, что они там считают, так же, как и основной массе мусульман. Этот сериал стал самым просматриваемым в истории арабского телевидения. Почему? Потому что это замечательный сериал. Я посмотрел только половину сериала. И как знаток по Сирии, как тот, кто читал классические труды, я могу сказать вам, что это и есть современный призыв. Это то, что будет вдохновлять людей. Именно благодаря таким сериалам ислам будет еще сильнее распространяться по всему миру. Означает ли это, что сериал на сто процентов дозволенный? Нет. В нем есть некоторые проблемные моменты. Они существуют. Один из ученых, которым я восхищаюсь, это шейх Сальман аль Ауда, он был в комитете, который проверял сценарий того сериала. Он прочел весь сценарий сериала. И так совпало, когда я готовил эту лекцию, три дня назад кто-то написал мне письмо. Устаз, вы читали статью Сальмана аль Ауды про сериал МБС? Я говорю, что нет. Она только что вышла, буквально два дня назад. Это совсем новая статья. Клянусь Аллахом, я писал свою лекцию, в которой я хотел упомянуть шейха Сальмана. И вот мне дают ссылку на его статью на сайте «Ислам Тудэй», в которой он, по сути, объясняет свое решение одобрить сериал. И до этого он получил много критики от других ученых за свое участие в комитете этого сериала. Вот что он сказал. Послушайте, во времена пророка, мир ему и благословение, средством влияния на людей была поэзия. И нельзя сказать, что наш пророк, мир ему и благословение, так уж любил поэзию. Тем не менее, он позволял Хасану ибн Сабиту, позволял сподвижникам использовать поэзию для защиты и распространения ислама. И сегодня телевидение, средства массовой информации, это современный эквивалент поэзии. Правда в том, что сколько бы фетв не выпускалось, вы не можете снизить интерес людей ко всяким мыльным операм, драмам, романтическим сериалам, импортируемым из Турции или из Кореи и транслируемых по арабским каналам. Арабы знают, о чем я говорю. Пакистанцы, вас это не касается, у вас рядом Болливуд, так что вам есть о чем беспокоиться. Но арабы знают, о чем я говорю. Итак, суть в том, что сколько бы фетв у вас ни было, вы не можете остановить массу людей от просмотра того, что является чистым харамом. Мелодрамы, мюзиклы и так далее. Почему же не предоставить им альтернативу, которая в сотни раз чище, пусть даже не на 100% чище? Однако это будет продукт, благодаря которому ваша вера будет увеличиваться. Клянусь Аллахом, мне не стыдно признаться, что когда я смотрел этот сериал, моя вера становилась крепче. Кто-то может сказать, а как же Коран? Как же поминание Аллаха? Брат мой, хвала Аллаху, я читаю Коран каждый день, совершаю молитву, поминаю Аллаха. Но что плохого в том, чтобы смотреть сериал, сценарий и исторические факты которого основываются на трудах Ибн Исхака и Ибн Хишама? Клянусь Аллахом, это только укрепит нашу веру, это окажет на нас влияние. И мы знаем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Я и моя семья с удовольствием смотрели этот сериал. Мы всей семьей смотрели этот сериал. Такова реальность. Однако сегодня, если какой-нибудь ученый скажет, что этот сериал дозволен, то более консервативные люди тут же накинутся на него. Как ты смеешь утверждать, что телевидение дозволено? Дорогие братья и сестры, давайте представим, что телевидение запретно, что фильмы запрещены. Поднимите руки те, кто не смотрел сериал «Темный рыцарь». Я знаю, вы смотрели его. Помню, когда этот сериал только появился, это был месяц Рамадан. Так ведь? Клянусь Аллахом, Фейсбук буквально сошел с ума. Люди только и спрашивали, хватит ли у нас веры подождать до окончания Рамадана и потом смотреть этот сериал. Вот какой вопрос был главным в течение всего Рамадана. Вы не хуже меня это знаете. Некоторые люди признавались, что после ифтара они садились и смотрели этот сериал. Другие говорили, «Нет, как так можно? Это же Рамадан. Давайте подождем хотя бы окончание месяца». Вопрос о том, чтобы не смотреть этот сериал, вообще не возникал. Главный вопрос был, когда лучше смотреть сериал «Темный рыцарь» во время Рамадана или после. Знаете что? Давайте будем откровенны. Фетвы могут быть какие угодно. Кто-то спросит меня, «Вы хотите сказать, что этот сериал дозволен?» Я хочу сказать, какая разница, кто что скажет. Кто из простых людей сегодня следует за фетвами ученых? Поэтому одной из обязанностей настоящего ученого и воспитателя, ученого, который понимает людей, это не жить в некой утопии, в некой стране мечты и давать фетвы о том, чего в реальности давно уже не существует. Одна из обязанностей ученого это следить за пульсом общества, искать, что лучше, чем статус-кво. Не обязательно то, что идеально. Конечно, телевидение на 99% харам. Я до сих пор считаю, что музыка запретна, несмотря на все ваши жалобы о том, что я поменял свое мнение. Я все равно считаю, что музыка – это то, что Аллах и его посланник запретили. Я говорю про духовые и струнные инструменты. Что касается бубна, то здесь нет проблем. Такова моя позиция. Но реальность такова, что мое мнение или моя фетва не имеют никакого веса. Разве не лучше, если мы предоставим людям альтернативу, которая, возможно, не будет на 100% дозволена. Однако, пусть хотя бы на 90% это будет благой, высоконравственный продукт, который дает людям полезные знания. Огромное количество мусульман совершенно ничего не знали про жизнь Умара, пока не посмотрели этот сериал. Разве это не показатель? Повторюсь, каждое мнение, которое ученые выдвинули против этого сериала, имеет основу в шариате. Они не взяли его из воздуха, не вытащили из кармана. Для чего я рассказываю вам все это? Хочу ли я, чтобы вы перестали уважать наших ученых? Да упасет Аллах от этого. Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы даже намекнуть на это. Наш пророк, мир ему и благословение, Аллах сказал, ученые – это наследники пророков. Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы хотя бы как-то отдалить вас от ученых ислама. Однако, я хочу, чтобы вы поняли одну простую истину. Наши ученые – это люди. Они не обладают непогрешимостью. Они не подобны посланнику Аллаха, мир ему и благословения. Коллективно они взяли на себя миссию пророков и посланников. И ключевое слово здесь – коллективно, а не каждый сам по себе. И в каждом из примеров, которые я привел вам, начиная с кофе и печатного станка до сериалов, большинство говорило, что все это харам. Но при этом всегда было меньшинство, которое говорило, что это дозволено. Никогда не было единогласного мнения, что печатный станок запрещен, что кофе запрещено, что сериал МБС запрещен. Всегда была группа ученых, которая говорила, давайте реально смотреть на вещи. В этом нет ничего запретного. Сегодня мы, живущие в Америке, сталкиваемся со множеством различных вопросов. И это не только вопросы о том, дозволены ли сериалы, печатание книг или даже кофе. Мы сталкиваемся с проблемами, решения которых мы не найдем в классических текстах. Одна из главных наших проблем – это то, что мы являемся меньшинством в светском демократическом государстве. Мы пытаемся найти равновесие между нашей верой и ответственностью перед уммой и между тем, что мы, американцы, обязаны соблюдать местные законы. Подобные проблемы не существовали в классическом исламе. Что нам делать, когда наше правительство помогает армиям, убивающим наших братьев? Когда оно поддерживает Израиль? Что нам делать, когда оно творит столько зла в мусульманских землях? И тем не менее, мы граждане этой страны и мы платим здесь налоги. Нет легкого ответа на все эти вопросы. Моя главная цель – это чтобы вы поняли, современные ученые сталкиваются с современными вопросами самого различного характера. Это вопросы, ответы на которые вы не найдете в трудах Ибн Таймии, Ибн Кассира, Ибн Хаджира и других ученых. И сегодня сложилась ситуация, когда каждая из основных групп ислама утвердила свое понимание как основной источник религии. При этом они не понимают наше современное положение и современные потребности общества. Поэтому суфи и диабанды всегда смотрят на Пакистан и Индию. Салифиты следуют только за саудовскими учеными. Игбтиани следуют за учеными Аль-Азхара. В итоге, каждая группа довольна тем, что есть у них. Каждая группа считает себя основным источником знаний. И мы берем свою религию у них. Однако факт в том, что их понимание ислама не является неоспоримым и безоговорочным, потому что они не знакомы с нашей жизнью, не понимают нашего положения. Приведу вам аналогию. Она поможет понять, что я хочу донести до вас. Представьте, что вы выросли в доме своего отца. Ваш отец и мать ушли из этого мира, и вы унаследовали от них дом. Вам знакома каждая комната, каждый угол этого дома. Вы с закрытыми глазами определите, где находится та или иная мебель или лампа. Вы знаете, где находится кабинет, где спальня, где гостиная. И вы комфортно себя чувствуете в этой обстановке. Этот дом с его архитектурой и мебелью представляет собой ислам. Вам комфортно в этом доме, поскольку таким вы унаследовали его. Теперь представьте, что есть люди, назовем их товариществом, собственников жилья, которые имеют претензии к вам и вашему дому. Под ними я подразумеваю сегодняшний западный мир. У них претензии к вам и вашему дому. Они хотят внедрить новые правила по обслуживанию домов в их районе. Некоторые из этих правил кажутся справедливыми, а некоторые совершенно несправедливы. Возможно, некоторые из этого товарищества даже хотят разрушить ваш дом. Послушайте, что говорят праворадикальные российские партии. Они хотят разрушить ваш дом. Кричат вам, вон из Америки. Теперь давайте поговорим вот о чем. Вы унаследовали этот дом от своего отца. Люди снаружи хотят разрушить ваш дом. Однако у вас есть молодой сын, который уже вырос и которому не совсем нравится ваше обустройство дома. Он видит дома других людей, дома своих соседей, и ему хочется перемен. К примеру, он хочет переделать кладовую в свой кабинет, хочет поменять мебель. Ему не нравится лампа, потому что она старомодная. Он хочет приобрести более современную кровать и так далее, и тому подобное. И вы беспокоитесь, что если вы постоянно будете говорить ему «нет», то он покинет дом, как только станет совершеннолетним. Под уходом из дома я имею в виду уход из ислама. Вы должны достичь некоего компромисса, когда вам надо сохранить свой дом, сделать так, чтобы ваш сын не покинул его, и чтобы люди снаружи не исказили ваш дом до неузнаваемости. К чему я это говорю? Моя мысль очень проста. Уважаемые братья и сестры, мы должны отделить основу дома от составляющих этого дома, архитектуру дома от его мебели. Наша проблема заключается в том, что большинство из нас не разделяют между мебелью и самим домом. Представим, что ваш сын захотел новую кровать. Разрушит ли это фундамент дома? Нет. Но когда какой-нибудь мусульманский ученый начинает призывать к реформам, образно говоря, к смене мебели, то на него сразу же накидываются «А, ты хочешь разрушить наш дом, как те, что снаружи». Вот с какими обвинениями многие из нас, да и я в том числе, сталкиваемся, когда мы призываем к некоторым изменениям, то сразу же нам говорят «Вы, ребята, хотите разрушить наш дом, как те, внешние организации». Но проблема в том, что эти люди перепутали фундамент ислама с его мебелью. они смешали фундамент с тем, куда положить лампу. И тому есть огромное количество примеров. Приведу вам еще один. Есть люди, которых очень многие вещи раздражают. Например, смешение полов. Есть люди, которые говорят, что страна Марокко стала слишком либеральной, поскольку мужчины и женщины сидят в одном зале, «А наши предки запрещали это». Есть люди, которые скажут «Вы слишком строги, потому что разделили мужчин и женщин». Но когда они увидят, что в университете мы сидим все вместе, мужчины и женщины, они скажут «О, у вас двойные стандарты». Мы только что объявили, что у нас будет новый учитель-женщина. Прочитайте комментарии в Фейсбуке. Некоторые критикуют это решение, некоторые приветствуют. Одни говорят «Почему вы сделали классы отдельно для сестер?» Другие же говорят «Хвала Аллаху за то, что есть такие классы». Вы не можете удовлетворить всех. И проблема в том, что мы, ученые и студенты, должны оглянуться назад и понять, что является фундаментом ислама, а что является компонентами, которые дозволено поменять. Вы, наверное, слышали такие клише, как «Есть только один ислам, пришедший от пророка, мир ему и благословение». Братья и сестры, это звучит очень красиво. Однако, что вы имеете в виду под словами «Есть только один ислам»? Что вы имеете в виду? Это выражение нереалистично, оно абсолютно бессмысленно. Ислам, Коран, один. Мы согласны с этим. Наш пророк, мир ему и благословение, его сунна одна. Мы согласны. Но правда в том, что с самого зарождения ислама существовали различные толкования, особенно в вопросах фикха. Приведу вам простой пример. Аллах, Свят Он и Велик, установил, как должны одеваться мужчины и женщины. Есть аурат для мужчин и есть аурат для женщин. Куда в ней пришел ислам, люди всегда брали основу, образец. И затем они видоизменяли одежду в соответствии с их культурой, выбирали подходящий для себя цвет. И поэтому хиджаб из Малайзии никогда не был похож на хиджаб из Стимбукту. И хиджаб из Восточной Африки никогда не был похож на хиджаб из Афганистана. Саудовский хиджаб никогда не был похож на хиджаб из Египта. Ислам дозволяет подобное разнообразие. Да, в исламе есть установленные правила для мужчин и для женщин. Но куда бы ислам не проникал, он всегда дозволял разумное толкование в соответствии с текстами шариата. И можно привести тому огромное количество примеров. Обратите внимание на мою одежду. Найдутся люди, которые тут же скажут «Ни какой-то не проповедник. Посмотри на свой вид». Это противоречит сунне. Сунна – это когда ты одет в камис и у тебя тюрбан на голове. Хотя пророк, мир ему и благословение, никогда не носил подобный тюрбан. Ибн-Уль-Кайим говорит, что сунна пророка, мир ему и благословение, это одеваться так, как принято в том или ином обществе. И пророк, мир ему и благословение, одевался так же, как и его сородичи арабы. Значит, если вы хотите следовать его сунне, то одевайтесь так, как принято в вашем обществе. Так одеваются в моем обществе. И получается, что я следую сунне. Таково мое мнение. Однако, некоторые люди интерпретируют ислам так, как это делали их предки. Лампа была в коридоре. И если я скажу, «Давайте переставим ее в гостиную», мне скажут, «Нет-нет, ты что, хочешь разрушить дом?» В этом главная проблема. То, что люди не разделяют основы ислама от тех вещей, которые и дозволяется менять. Опять же, можно привести очень много примеров. Итак, почему я все это говорю? Потому что, мои братья и сестры, в моей жизни было множество разных периодов. Я еще не старик, хотя вчера я обнаружил свой первый седой волос. Но все равно, пока еще я относительно молод. Я проходил через определенные этапы в своей жизни. И 20 лет назад я тоже считал, что мы должны строго следовать только одному пониманию ислама. Однако опыт научил меня тому, чему не учат в книгах. Живя в этом обществе, чувствуя его пульс, видя реальность, в которой сегодня живет умма, ты приобретаешь знания, которые ты не найдешь ни в одной книге. И задача ученого, учителя и воспитателя это сделать ислам понятным для простых людей, сделать его реалистичным и практичным в жизни людей. И в завершении я хочу привести пять правил, которым я советую следовать себе и вам, когда речь идет о подобных противоречивых вопросах. Пять простых правил. Первое. Мы должны знать те положения, которые никогда не меняются. То есть это основы, фундамент дома. Нам не дозволено менять основы. Мы не можем это делать. Всевышний Аллах не спаслал нам эти основы. И они непоколебимы. Как скала, вера в Аллаха, вера в пророков, имена и атрибуты Аллаха, предопределение, то, что Коран это несотворенная речь Аллаха. Все это фундаментальные основы. И мы никогда не сможем изменить их. Однако, есть вещи, которые можно изменить. И мы должны отделять фундамент здания от компонентов, которые в него входят. Мой отец использовал эту комнату как кладовую, и сегодня мой сын хочет сделать из нее кабинет. Нет проблем. Хорошо, пусть меняет. Тот факт, что мой отец использовал ее как кладовую, не означает, что мой сын не может переделать ее в кабинет. И я должен понимать, что его желание преобразовать эту комнату в кабинет совершенно не навредит дому. Напротив, это сохранит моего сына от ухода из дома. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, мы разделяем то, что не подлежит изменению, что непоколебимо от того, что можно изменить. Второе, возникает вопрос, как нам узнать то, что не подлежит изменению? Опять же, это очень глубокий научный вопрос. Но если говорить про нас, находящихся в этой аудитории, то самый легкий способ узнать это, это когда все ученые уммы единодушны в том, что что-то является запретным. Когда все ученые выделите слово «все», объединяются на одном мнении, поскольку мы уже видели во всех этих примерах, что иногда подавляющее большинство говорило, что та или иная вещь запрещена, будь это кофе, печатный станок или телевидение. Но никогда не было такого, что все до единого ученые говорили, что это харам. Всегда было альтернативное мнение. И поэтому, когда вся умма объединяется на том, что что-то запретно, то мы также считаем это запретным. Это называется аль-иджма'а, единогласное мнение. Итак, это второе правило. Смотрите на то, в чем ученые единодушны. Если говорить о современных вопросах, то один из самых противоречивых вопросов сегодня это однополые отношения. Это очень большая проблема. Людям запрещают въезд. Люди теряют работу, теряют бизнес. Все из-за этого вопроса. Возможно, они крайне жестко высказывались против гомосексуализма. Мы не можем изменить наше мнение по этому вопросу. Мы никогда не признаем, что люди одного пола могут иметь половые отношения. Это основа, и все единодушны в этом. И ничто не может изменить наше отношение к этому вопросу. Но что может измениться? Наш язык в обращении с этой проблемой. Мы можем изменить наш язык в обращении с этой проблемой. Нет сомнений, что многие из наших проповедников используют настолько жесткие слова, что мы не найдем их даже в Коране. Что говорил пророк Лут своему народу? Неужели вы станете совершать бесстыдство и мерзость, которое не совершал никто до вас? Прекрасные слова. Он не сказал им то, что говорят некоторые проповедники, из-за чего у них бывают проблемы? Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Обратите внимание на слова пророка Лута. Это бесстыдство, это плохо, вы не должны этого делать, никто до вас не совершал подобного. Почему вы не женитесь на женщинах? Почему делаете это с себе подобными? Вот как он обращался к ним. И нет никаких проблем, если мы будем использовать такой же язык. Мы всегда будем считать, что это мерзость и бесстыдство. Однако мы можем изменить то, как мы обращаемся с этой темой. Вы знаете, что Лут и его семья были единственными праведными людьми в том городе. Вы когда-нибудь задумывались о том, как пророк Лут отправлялся за покупками? Как он покупал еду на рынке? Вы думаете, что он всегда проклинал и плевал на всех вокруг? Я спрашиваю вас. Мы знаем, среди каких людей он жил, так ведь? Как вы думаете, он строил с ними отношения? Наш пророк, мир ему и благословение, жил в Мекке, где большинство было идолопоклонниками. Нет сомнений в том, что он знал и видел своими глазами ту мерзость и бесстыдство, что происходило в Мекке, когда мужчины и женщины голыми совершали обход вокруг Каабы. Мы знаем, что это было. Вы думаете, что пророк, мир ему и благословение, не знал, что происходит вокруг? Конечно, он знал. Он либо потуплял свой взор, либо уходил. Когда вы живете в обществе, где распространено бесстыдство, без сомнений, это будет влиять на ваш язык, на ваше обращение с людьми, совершающими это. Почему? Потому что на первое место выходит человеческий фактор. Мы живем и общаемся с людьми разных культур, разных взглядов на жизнь. Поэтому нам дозволено менять свой подход к ним. Повторюсь, мы не можем изменить основу. Итак, как мы сказали, второе правило – это смотреть. Есть ли в том или ином вопросе единое мнение ученых? Еще один проблемный вопрос – это дозволено ли женщине руководить смешанным джамаатом? В этом вопросе также есть иджмаа – единодушное мнение ученых, что женщина не может руководить молитвой мужчин и женщин. Здесь все понятно. Когда все ученые соглашаются, что это запрещено, то мы говорим, слушаемся и подчиняемся. Когда присутствует иджмаа ученых, мы уважаем это и придерживаемся иджмаа, поскольку иджмаа – это один из источников мусульманского права. Это приводит нас к третьему правилу. Правило номер три. Знайте, что всегда будет группа, иногда очень маленькая, но все же группа прогрессивных, мыслящих на много шагов вперед ученых. Это будут признанные ученые, которые находятся в рамках сунны. Однако их мнения будут отличаться от мнения большинства. Как в случае с сериалом МБС про Умара. Подавляющее большинство суннистских ученых сказали, что это харам. Но несмотря на это весь суннистский мир смотрел этот сериал. И была группа прогрессивно мыслящих ученых, которые реально смотрели на вещи и понимали, что это то, в чем умма нуждается. Каждый из вас может выбрать ученого, кому он доверяет, и следовать за ним. И в судный день вы скажете, «О Аллах, я следовал за ним, поскольку я не был знающим». Он говорил, что запрещено, а что дозволено. И я следовал за ним, доверяя его опыту. Вы должны найти себя такого ученого. Многие из вас будут искать ученых согласно своим предпочтениям. Саляфиты будут следовать за саляфитами, суфи за суфиями. Такова реальность, и в этом нет ничего плохого. Такова реальность. Но я хочу сказать, что всегда будет группа ученых, которые мыслят прогрессивно, которые не будут строго следовать своей группе или своему мазхабу, поскольку, братья и сестры, вы можете называть себя как хотите, но, клянусь Аллахом, ислам не ограничивается той или иной группой, и это факт. Найдите ученого, которому вы доверяете и следуйте за ним. И это приводит меня к четвертому правилу. Выбирайте ученого, который живет в вашей среде, знаком с вашей жизнью, с вашей культурой и обществом. По моему мнению, одна из самых больших проблем всех этих движений и групп, из-за чего ислам не распространяется так, как он должен распространяться, это то, что они берут фетвы не там, где они фактически живут. Кто-то, живя в Америке или Европе, следует только за учеными Египта, кто-то только за учеными Пакистана или Саудии. Как будто только ученые, живущие там, лучше всех знают их положение. Но правда в том, что те ученые, при всем уважении к ним, хорошо знают положение только своих обществ, там, где они непосредственно живут. мудрость. Но вы не можете получить фетву о жизни в светском демократическом обществе от того, кто никогда не жил в светском обществе. Вы не сможете получить подходящую фетву о том, как вам общаться со своим соседом геем от ученого, который за всю жизнь ни разу не встречал гея. Должную фетву вам даст только тот ученый, кто живет в этом обществе, кто имеет практический опыт. Мудрость в большей степени приходит из жизненного опыта, а не из книг. Считайте, что это правило жизни. Поэтому я советую вам искать ученых, которые живут в вашей местности. Балла Аллаху, здесь, в Детройте, очень много хороших ученых. Отправляйтесь к ученым из других городов. Главное, чтобы это были ученые, которые живут здесь. Хочу рассказать вам одну историю. Есть один известный ученый, его зовут шейх Абдуль-Азиз Фаузан. Он племянник знаменитого Салиха Аль-Фаузана. Он прожил в Америке около шести лет и затем вернулся домой. Однажды я встретил его в Англии. Я рассказал ему свои мысли о том, что мы должны следовать за фетвами той местности, где мы живем. И он сказал мне, «Ясер, ты совершенно прав. Я прожил в Америке шесть лет. И за эти шесть лет я лично пересмотрел большое количество фетв, которые я издавал в первые годы жизни здесь». Я говорю ему, «Шейх, вы поняли это, прожив в Америке всего шесть лет. Что тогда говорить про меня, который родился и вырос здесь и который слышит все эти фетвы и понимает, что они совсем не актуальны для моего общества?» За шесть лет он изменил свое мнение, при том, что он выдающийся ученый. За шесть лет жизни здесь он понял, что не может издавать фетвы, которые издавал раньше. Я говорю ему, «Шейх, а что говорить о нас? Мы живем в этом обществе. Мы знаем истинное положение людей. По моему скромному мнению, братья и сестры, вы не должны искать фетвы в интернете. Спрашивать у ученых из других стран. Идите к своим местным ученым. Отправляйтесь к людям, которые учились в Аль-Азхари, в Медине, в Тимбукту, где бы они не проучились. Главное, чтобы они были людьми вашего общества и у вас будет общая культура и традиции. Например, вы хотите декорировать свой дом и вы нанимаете дизайнера интерьера с острова Ваки-Ваки. И вот он приехал и рассыпал по всему вашему дому пляжный песок, ракушки, посадил везде тропические кусты. Вы скажете ему, «Что ты сделал с моим домом? Но вы сами виноваты в том, что позвали не того дизайнера. Вините только себя. Наймите того, кто знаком с вашей культурой, кто знает, что популярно в вашей среде». Приведу известные слова Ибн-Уль-Каима, который сказал, «Половина фетвы это знание контекста». Половина фикха это знание контекста. Другими словами, контекст это половина знаний. Когда вы берете фетвы у ученых с других земель, они не знают вашего контекста. Итак, не ищите фетвы за пределами вашей страны. Находите ученых, которые понимают ваше положение. И последнее правило, уважайте мнения, которые приходят из доверенных источников, даже если вы не согласны с ними. Было время, когда вы с презрением смотрели на кофе или считали печатный станок харамом. Я забыл упомянуть про еще один спорный вопрос – микрофоны в мечетях. Было время в 50-х и 60-х годах, когда весь исламский мир считал их запретными. Возможно, кто-то из вас помнит, как ваши отцы говорили об этом. Когда микрофоны впервые появились в мечети, почти все ученые заявили «Это харам, это бид'а». Не думайте, что это были какие-нибудь фундаменталисты и ортодоксы. Нет, это были суфии, ученые Аль-Азгара, основная часть уммы. Их довод был таков – мы должны слышать человеческий голос, запрещается заменять его на электронный. Таким образом, микрофоны стали считать нововведением. Назовите мне сегодня мечеть, где не было бы микрофонов. Те же самые мечети, где были изданы эти фетвы, сегодня используют микрофоны. Что я хочу сказать? Допускайте наличие других мнений, даже если вы не согласны с ними. Конечно, если они исходят от признанных ученых. Это самое главное, поскольку сегодня в Америке развелось много самозванных ученых. Знание фетв и интернет не сделает вас шейхом Гугла. Наоборот, набор информации из Википедии не сделает вас муфтием Википедии. Вы не можете самостоятельно с помощью интернета стать ученым. Однако, есть много признанных ученых ахлю сунны валь-джама'а. Изучите их опыт, изучите, что они сделали для блага уммы. И если они принесли пользу умме, если они стойко придерживались шариата, то даже если вы не согласны с некоторыми их мнениями, то все равно проявляйте к ним уважение. Буду с вами откровенен. Есть один ученый, с которым я не согласен по очень многим вопросам. Но Аллах свидетель. Я считаю его одним из самых выдающихся ученых нашего времени. Это шейх Юсуф Я не согласен со многими из его фетв, в частности в вопросах современного фикха. Но клянусь Аллахом, я восхищаюсь этим человеком и считаю его высочайшим интеллектуальным гением, человеком, который понимает шариат и его преемственность в современных реалиях. Возможно, мы расходимся по некоторым вопросам, но как человек, разбирающийся в исламе, я не думаю, что есть еще кто-то с таким же уровнем знаний и мудрости, как у него. Да, мы не очищаем и не перехваливаем никого перед Аллахом. Но я просто хочу, чтобы вы поняли, даже если я не согласен в чем-то с ним, я глубоко уважаю его и хочу, чтобы вы все уважали исламских ученых и поняли, что ислам выше каких-либо групп, каких-либо течений. Он выше Аль-Кардави, выше больших ученых, выше ученых Саудии. У людей были различные мнения еще со времен сподвижников и табилинов. И так будет всегда. Ваша задача это найти ученого, которому вы доверяете и держаться за него и терпимо относиться ко мнениям других признанных ученых. Вот эти пять правил. Я повторю их. Первое, мы должны знать то, что допустимо изменять и то, что не подлежит изменениям. Второе, мы следуем за единогласным мнением ученых. Третье, помните, что всегда будет группа прогрессивных ученых, которые опережают свое время. Четвертое, ищите фетвы у местных ученых, а не у тех, кто живут в далеких странах. И пятое, будьте терпимы, даже если вы не согласны с тем или иным мнением. Даже если вам не нравится фетва, возможно, она не нравится вам сегодня, но завтра это уже будет общепризнанная фетва во всем мире. И последняя на сегодня мысль. В конечном итоге истина всегда побеждает. И в прошлом были ученые, которые знали, что в конце концов печатный станок станет дозволенным, микрофоны будут использоваться в мечетях, телевидение и радио станет общепризнанным, истина проявится и изменения настанут. И когда это случится, они смогут спокойно пить кофе Мокко в Мекке. Это кофе будет привезено из города Аль-Муха. Сделано оно будет из зерен, что растут в городе Каффа. И никто не будет бояться фетвы, которая когда-то запрещала пить кофе Мокко в городе Мекка. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...